Январь 2010 года. Гаити. Эти кадры облетели весь мир. Мощнейшее землетрясение унесло жизни десятков тысяч человек. Сотни тысяч остались без крови над головой. Декабрь 2004 года. Юго-Восточная Азия. Цунами огромной разрушительной силы привело к гибели 230 тысяч жителей прибрежных стран. Еще столько же числятся пропавшими без вести. Это далеко не полный список кошмарных катаклизмов, обрушившихся на Землю в последнее время. Паника и бессилие людей перед стихией порождали слухи и самые невероятные версии случившегося. Одни говорили о проклятии богов. Другие подозревали военных в секретных испытаниях оружие массового поражения. Разведывательные и военные структуры ядерных держав внимательно отслеживали ситуацию в пострадавших районах. Мало кому известно, что наша страна тоже была на пороге Третьей мировой войны. На этой истории более 50 лет стоял гриф «Совершенно секретно». 5 ноября 1952 года. Северные Курилы. Это была ночь кошмара. Гробовую тишину вдруг взорвали крики перепуганных животных и птиц. Казалось, сама морская пучина разверзлась, чтобы поглотить все живое и неживое, что попадалось на ее пути. Моряки одного из кораблей видели, как целый остров провалился в океан. На землю полетели панические призывы о помощи. Чуть позже выяснится, к этому ужасу не был готов никто. В первые же минуты под ударами взбесившихся волн погибли сотни людей. Дело в том, что недалеко от Камчатки, на дне Тихого океана, внезапно пришли в движение огромные тектанические плиты. Чудовищная сила, равная по мощности взрыву десятков водородных бомб, вздыбила океан. Гигантское цунами ударило по побережью северных Курил. Невозможно было понять в первые секунды, в первые минуты, что произошло. Любой командир дивизии, любой командир корабля, любой ответственный офицер, мог посчитать, что война уже началась. И дальше могли начаться вот эта цепь неостановимых последствий. Первыми подняли тревогу военные. Часовые видели, как с горизонта к берегу на чудовищной скорости летит сплошная черная полоса водяного вала. Они начали палить в воздух, чтобы хоть как-то предупредить людей об опасности. Я выскакиваю, брюки эти флотские натяну, выскакиваю, верно, темно, все дрожит, стрельба часовой, був-був-був-був-був. И после этого, минут где-то через 20 или 18, ну не помню, четко, о-о-о, пошел, вода пошла. Из воспоминаний военного моряка Алексея Мезиса. Было хорошо видно, как волна ударилась в маячную сопку и взмыла вверх. В прибрежной части Козыревска волна ударила в рыбоконсервный завод и стала его двигать, как бульдозер. Мы стояли на краю обрыва, а рядом с нами внизу бурлящая вода, бревна и обломки. Корабли на рейде швыряло, как спичечные коробки. Берег то проваливался в морскую пучину, то появлялся вновь. Кто-то не выдержал и бросился к рации. Открытым текстом на материк ушла эта радиограмма СОС. Была телеграмма с одного из судов, которая стояла на рейде в это время. Вот, и паническая телеграмма, что остров уходит под воду. В первые минуты не было ясно, откуда нанесен удар по Северным Курилам. Здесь располагались советские военные базы и ударные части, направленные против США и Японии. Когда в Генштаб пришло сообщение о гибели целой дивизии, сомнений не оставалось. Советский Дальний Восток подвергся ядерному удару, который требует адекватного ответа. То первая стрелковая дивизия, которая освобождала Курильские острова, она базировалась как раз на побережье 2-го Курильского пролива. И эта дивизия, значит, погибла практически полностью. А в это время в Москве готовились к празднику 7 ноября. Когда ночью, за два дня до торжеств, пришло сообщение о жертвах и разрушениях на Северных Курилах, никто не хотел верить в то, что началась новая война. Термоядерная. Для принятия решения об ответном ударе не хватало главного. Подтверждения о нападении противника. И вообще, сколько-нибудь четкой информации и обязательных на этот случай шифрограмм не поступало. В растерянности были и военные на Дальнем Востоке. Запрашивать Москву без понимания, что произошло, глупо. А действовать наугад на свой страх и риск нельзя. Пока длилась эта пауза, мир висел на волоске. Единственная отчаянная, сумбурная, паническая телеграмма с военной базы на Северных Курилах только усугубляла ситуацию. Такая повышенная напряженность. Все наши войска находятся в таком возбужденном виде. Рядом... А Камчатка, это значит, недалеко базируется Тихьянский, Американский флот. Вот. И вдруг проходит телеграмма из части, военной части из Северокурильска. Мы гибнем, так сказать, помогите и так далее. Вот. Естественно, такого рода телеграмма может вызвать совершенно неадекватную реакцию. Подозрение в том, что произошло нападение врага. Отсчет времени шел на минуты. После команды ключ на старт уже ничего не изменить. За этим следует обмен ядерными ударами. И военные ждали команды. А тем временем на Курилах творилось что-то страшное. В такой ситуации надо бояться одного. Несанкционированных действий со стороны людей, у которых сдали нервы. Решение о нанесении ответного, тем более термоядерного удара, всегда принимается в Москве. И всегда это делалось и не в попыхах, и не с бухты-барахты. Даже начало Великой Отечественной войны показало, что в условиях прямого, явного вторжения еще колебались, еще надеялись выйти из этой ситуации, не наносить удар по территории Германии. Всего семь лет назад закончилась Вторая мировая. Что же, опять война? Цена военного решения была слишком высока. Командование Тихоокеанского флота было готово нанести ответный удар. Решение оставалось за центром. При этом, когда первые эмоции увлеклись, было ясно. По Северным Курилам нанесен сильнейший удар. Но дело не в агрессии со стороны потенциального противника. Слава Богу, так сказать, что командующий военно-морским флотом на Камчатке был достаточно разумный человек. Он вовремя сообразил, что это связано скорее с землетрясением, которое ощущалось также в Петропавловске и Камчатской, а не с нападением врага. Но вернемся к событиям той трагической ночи. Все начиналось буднично для этих мест. Жители городка Северокурильск мирно отправились спать, как вдруг их разбудилась серия подземных толчков. Эти толчки длились недолго, какие-то несколько минут. Не особо беспокоясь, люди поспешили на улицу. Землетрясения здесь не в новинку, и многие вскоре вернулись в свои дома. В этот момент у людей еще был шанс спастись. Никто не обратил внимания, как следом внезапно наступила мертвая тишина. Это стих шум моря и прибоя. Вода пошла вспять и отхлынула от берега, обнажая дно пролива. Спустя 30-40 минут после подземных толчков со стороны океана послышался глухой рокот. Этот пугающий звук все нарастал. Я обратил внимание, что волна очень быстро уходит, оголив дно до глубин 7-8 метров. И тут услышал гул, и увидел вдали от свет луны в виде полоски, движущейся по проливу с большой скоростью. Мы побежали вверх по тропинке. Перепуганные люди в панике выскочили на улицу. Первая волна была невысокой, ниже окон. Это скорее напоминало наводнение. Поэтому кто-то еще пытался спасти имущество домашних животных и скот. Тунами пришло на север Курильск с трех сторон. Значит, по второму Курильскому проливу, с Тикаканской стороны, за сопку Сигнальную, на старый год обрушилась волна, которая была больно мощная. Более слабые волны между скалой Тур и сопкой Магадан, и по речке Матросской. Некоторые люди успели подняться на возвышенность и оттуда наблюдали за всем этим ужасом. С горного плато город виден как на ладонь, только теперь уже нет этого городка. Слева бухта второго Курильского пролива. Именно оттуда и пришел главный удар стихии. Вода в ту ночь была повсюду. Тот, кто не растерялся, а может оказался сообразительнее других, бежал в сопке. И тут все сразу полута. На эту сопку, на Дунькин пуп, как в порт идете. Костры, все такое внимание, все с документами туда-сюда. А где люди в порту было, всех было сразу же. Тут говорить нечего. У меня рядом дом стоял, начальник банка был, Загар Петрович, с усиками, с детьми, тремя. А ушел, унесло. Первая волна смела причалы, сорвала с якорей рыбацкие катера, затопила рыбзавод. И вдруг вода быстро отступила, как будто бы маня людей за собой. Многие жители городка, не зная коварства стихии, поддались на эту уловку. На самом деле цунами затаилось, чтобы вновь обрушиться на берег. Никто из советских людей, которые жили в Северокурильске, никогда не сталкивался с цунами. И поэтому люди стали спускаться вниз, чтобы вернуть, сохранить свое имущество, посмотреть, что случилось с их хозяйством. Волна ударила с новой силой. Но это была уже другая волна, страшная в своей беспощадности. От нее не было спасения. Первыми гибли те, кто не мог сопротивляться стихии. Старики, женщины, дети. Ну вот когда вода пошла правильно, как вы говорите, детей, документы сразу. Побежали сюда на сопку, кто ближе здесь жил. Туда побежали на сопку. Все. А где по тундре, водой смыло. Ну, в общем, вот такая полудра была. На этой военной топографической карте рукой очевидца сделаны пометки. На третий день после цунами весь Северокурильск оказался в зоне затопления. Не пострадал только мыс Маячный, тот самый Дунькин Пуп. Подошла вторая волна, которая была самая ужасная, 18 метров, не считая заплеска. Ну, последние исследования показали, что заплеск был порядка 25-30 метров. Тот заплеск был размером с десятиэтажный дом. Волна неслась на берег с бешеной скоростью, все сметая на своем пути. Если бы крупнейший город в этой местности, Петропавловск-Камчатский, не был защищен бухтой, его ждала бы судьба Северокурильска. Но, видимо, названный в честь апостолов Петра и Павла, он был защищен свыше. Петропавловск находится в Авачинской губе. Это очень замкнутая бухта со сравнительно узким входом. Если землетрясение мощное случится в самой этой Авачинской губе, то это будет катастрофа, потому что Петропавловск, он не только на высотках, он и внизу тоже расположен. Принято считать, что в отличие от Северокурильска, на Камчатке от цунами никто не погиб. Но это не так. Вот письмо сержанта, который в ту ночь был в дозоре на берегу. Это свидетельство не укладывается в официальную трактовку описываемых событий. Находился на боевом посту в ночь с 4 на 5 ноября 52 года в районе Авачинской бухты. В 4 часа утра появился шум и минуты через 4 пришли волны цунами. Со мной было 9 человек и еще караул 17 человек. Все утонули, смыло нас волнами. Остался живым один я. В открытом океане на бревне один. Спас и подобрал буксирный катер. Но по сравнению с тем, какой кошмар в это время творился на побережье островов Парамушир и Шумшу, жители Камчатки действительно отделались легким испугом. Вторая волна, ударившая по северу Курильску, была настолько мощной, что легко выворотила и отбросила в сторону этот многотонный дот. Значит, домики летели. Зот и дот, и даже разворачивала. Подбыло их вот там в порту. Проходили же, вот дот стоит, зот. Вот так стоит образунок. Все равно поворот вот такой. От жилых домов практически ничего не осталось. Их обломки в перемешку с домашней утварью были занесены томными грязей песка. Такую картину можно и сегодня видеть по дороге в Рыбацкий порт. Курилы – стратегически важное военным отношениям место. Еще во время Второй мировой войны эти острова надежно оборудовали японцам. Они готовились к долгим боевым действиям против американцев. Северо-Курильск – крупнейший населенный пункт на Курилах. Он был построен на острове Парамушир на месте военного поселения японцев. На сопках взрослых папоротника до сих пор ржавеют их дальнобойные орудия. А это тот самый японский дот, не устоявший под ударами цунами. Выше на горном плато заброшенный аэродром и ангар. В болоте – обломки сбитого американского самолета-разведчика. Дело в том, что Япония изначально рассматривала Северные Курильские острова как плацдарм для нападения на Соединенные Штаты Америки. Поэтому здесь, на Северных островах, было построено несколько аэродромов, способных принимать бомбардировочную авиацию. Здесь были построены две военно-морские базы. На этой земле всегда сходились стратегические интересы противников. В 1945 году на остров Шумшу высадился десант советской морской пехоты, чтобы взять штурмом японские базы. Японцы оказали яростное сопротивление. Когда по указу Сталина началась Курильская десантная операция, Япония не предполагала, что Советский Союз будет воевать здесь. И поэтому, когда 18 августа в 4 часа утра советские десантники высадились в северной части острова Шумшу, то первые несколько часов боя японцы считали, что они воюют с американцами. Вот они, следы давних боевых действий. Эта сожженная японская военная техника и сегодня ржавеет на сопках острова. С тех пор Курилы стали форпостом советских вооруженных сил. В начале 50-х руководство СССР отводило Дальнему Востоку особое место. Ведь отсюда до побережья главного противника США рукой подать неподалеку Японии. В советских газетах эту страну называли не иначе, как непотопляемый американский авианосец. На Камчатке и на Кучукотке уже была дислоцирована целая армия и не одна. И вот этот регион Тихоокеанский, он был, пожалуй, в то время самым напряженным регионом, потому что война, расстояние между Америкой и Советским Союзом на Тихом океане было наименьшим. И подлетное время ракет было тоже наименьшим. И возможности для десантирования на тот или иной берег тоже были очень, так сказать, удобными. И именно поэтому в этом регионе и советские стратеги ожидали вторжения США, а американские стратеги, соответственно, ожидали высадки советских дивизий на Аляске. Проблема в том, что у советских военных, дислоцированных в этом районе, и понятия не было, как себя вести, какие команды отдавать и чего ждать в случае мощного природного катаклизма, а не прямого и явного удара противника. Бойцы северо-курильских гарнизонов готовились к полнокровной, такой горячей, настоящей войне, к той войне, которая только что недавно закончилась. Поэтому их готовили к отражению десанта, к отражению вражеских кораблей, вражеских самолетов. Они ждали удара сверху, потому что тогда основным носителем ядерного оружия были самолеты, авиация. И вдруг удар пришел из-под воды, пришел с моря. Это был удар в спину, они его не ожидали. В начале 50-х годов, всего через 5 лет после окончания Второй мировой войны, отношения между СССР и Западом, особенно с США, обострились до предела. Бывшие союзники превратились в непримиримых противников. Это стало ясно после известной фултонской речи премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который объявил коммунизм главным врагом западного мира. В обстановке военной истерии легко было поддаться на любую провокацию. Противники готовились к войне. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали зловещим предзнаменованием будущего конфликта. Тогда американцы фактически испытали ядерное оружие в реальных условиях на живых людях. Эти страшные кадры повергли человечество в шок. Что такое оружие массового поражения было более чем очевидно. Через год после Хиросимы и Нагасаки США провели первый экспериментальный подводный ядерный взрыв. Вскоре в поисках боевых систем принципиально нового действия начались работы над тектоническим оружием, искусственно вызывающим землетрясения и цунами. Одно из таких американских испытаний было проведено за три дня до трагедии Северокурильска. Впоследствии многие исследователи связывали Камчатское цунами 52-го года с этим секретным экспериментом. Буквально за несколько суток до Северокурильского цунами американцы произвели испытание мощного ядерного оружия на Атоле и Неветок. Мощная сейсмическая волна, ушедшая в глубины Тихого океана, вполне могла вызвать подвижку тектонических плит и поднять вот эту гигантскую волну цунами. Это одна из версий вполне вероятных происхождения этого стихийного бедствия. Как бы то ни было, тогда в начале ноября 52-го года и местное население и военные на Курилах были обречены на смерть. Ни у тех, ни у других не было навыков выживания в экстремальных условиях на территории, которую принято называть сейсмоактивной зоной. Ведь по окончании Второй мировой войны, после изгнания японцев с островов, эти места заселило пришлое население с материка, понятие, не имеющее о землетрясениях или цунами. Военные базы и гарнизоны, предприятия и жилые дома строили там, где этого делать было нельзя. Далеко уносить нет смысла ни рыбоконсервные заводы, ни склады. Так ведь. Вот, и люди селятся близко. Поскольку эта территория была Японии, то приехавшие туда советские люди, завербованные с разных мест, причем с материковой части, где о цунами никто ничего не знал, они селились там, где селились японцы, то есть сравнительно недалеко от берега. Планируя застройку севера Курильска, о природных катаклизмах не думали. Главное, поближе к работе, к заливу. При этом никому в голову не приходило истинное значение японского слова цунами, а переводится оно как волна в заливе. Не вспоминали тогда и о другой японской мудрости. Помни о землетрясении. Услышав землетрясение, говорят японцы, помни о цунами. Увидев цунами, убегай на сопки. Этих знаний не хватило жителям Северокурильска и других поселков Камчатки и Северных Курил. Вот в Шелико, допустим, поселок, который на Пармушире с хвостской стороны, вода стала отходить, корейцы, которые там жили, они сразу подняли сопки и русских забрали. Поэтому в Шелико никто не погиб. То есть, а здесь не было людей, которые вот когда-нибудь видели цунами. То есть, все были приезжие, пришлые, и поэтому, когда цунами накатилась волна, то есть, первое, никто не знал, что может быть вторая, третья, пятая, двадцатая. Не знали люди и о том, что после первой волны цунами океан будет отступать. И этот отлив будет пострашнее, чем удар самой высокой волны. Через два с лишним часа вода, наконец, стала убывать. Но радоваться было нечему. Я на Сопочке был, курил Беломор. Несет дома, крыши, дети, жены, старики, орут, кричат. Все, чем спасешь? Течение такое, что 7 миль в час считает, до 8. О, как река бежит. Вода подошла и назад. Отлив не оставил после себя практически ничего. выметая в океан обломки строений беспомощно бьющихся людей, тела погибших. В этом дьявольском водовороте в единое месиво смешалось живое и неживое. Эта масса неслась вглубь моря в сплошном шуме, визге и грохоте. Катера в порту со слипу, со стопелей пошло, пошло, пролив, пролив. Женщины, дети, орут, кричат, шумы. Чушки, коровы, мочат. В такой ситуации удержаться на суше, зацепиться, спастись или спасти другого было просто невозможно. Ученые нашли точное и при этом страшное определение этой смеси из останков людей, строений, грязи и воды. Жидкий цемент. Так как все дома находились на Ольгинской низко в старом городе, значит, их просто, ну, что смыло, что подняло. Кстати, очень много людей, которые не успели выскочить, их с домами просто унесло в пролив и через 2-3 дня их находили на крыше своих домов. И такое было. Редкая фотография того времени. Ровно за месяц до трагедии, когда в волнах цунами погибали люди, школьники северокурильской школы снялись на память. Сколько из них выжило, а сколько погибло в морское пучение, страшно подумать. Для многих собственный дом стал смертельной ловушкой. И вот непосредственно спаслась одна. Она, ее дом вдруг стало заполняться водой. Она в окно хотела выпрыгнуть, разбила окно, а там вода бурли во всю. И ее дом волной понесло. Понесло там ведь в северокурильск это низменная часть. И потом вал. И вот на этот вал этот дом выбросил. После того, как вода ушла, пролив между островами Пармушир и Шумшу представлял собой страшную картину. Анатолий Абаев прибыл сюда на второй день, когда океан еще не успел уничтожить следы катастрофы. Вот этот пролив был полностью забит домами. А домами плавали? Домами, крышей, утварь, там бочки настолько было забито, что мы вынуждены были идти малым ходом и лапировать и лапировать между ними. Военным гидрографам было приказано идти в район бедствия не для того, чтобы оказать помощь. Начальство требовало немедленно проверить глубины фарватеров Курильских проливов. Эти проливы имеют стратегическое значение. Они ведут в Охотское море, к нашим военно-морским базам. Были люди на бревнах. Это уже мертвые. Мертвые люди. Да. Мы на это не имели обращать внимание. И мы шли. Несмотря на строжайший приказ вести разведку и чтобы никаких спасательных действий, военные моряки подняли на борт многих. Ведь те, кто дрейфовал на обломках отчаянно из последних сил цеплялись за жизнь. На третий день я увидел плывшую по проливу крышу дома, на которой находился человек. Это была жена Боцмана с океанского сейнера. Все это время ее носило течением через пролив, из океана в Охотское море и обратно. Несмотря на перенесенный ужас, переохлаждение и раны, женщина была в сознании и впоследствии осталась жива. Ноябрь. Ледяная вода не больше четырех градусов. В таких условиях человек может продержаться полчаса. Тем не менее, отчаявшиеся люди на грани жизни и смерти показывали чудеса мужества и стойкости. Поразительно, как долго держались люди. Это вообще удивительно. Ведь лютая вода это ноябрь, ночь. А люди держались среди этих обломков. Потому что по моим таким пальцевым подсчетом вытащили людей, вытащенных из воды людей это десятки. И все же большинство из тех, на кого обрушилась стихия, погибли. Счет пропавших без вести шел на сотни. Вскоре океан стал возвращать на землю тела погибших. Это было страшное испытание. Узнавать в обезображенных трупах своих близких. И все время после этого цунами каждый шторм выбрасывал мертвые дела. То есть люди, которые в этом заливе утонули среди обломков, которым не удалось спастись, они в течение длительного времени выбрасывали штормами на берег. Общее число погибших посчитать трудно. Существуют только приблизительные оценки. Наибольшие потери понесли военные. Личный состав военного гарнизона на Пармушире, военно-морской базы на Шумшу и пограничные форпосты на отдаленных островах. Ведь им так и не поступил приказ спасать свои жизни. Основная масса людей все-таки убежала. Я не беру военных, потому что военным вообще было дано распоряжение за эти места по боевому распорядку. И военные практически погибли полностью. Дивизия 10-15 тысяч человек. Я не знаю по какому штату была, то есть эти данные до сих пор Министерство обороны секретит. Исследователи искали разные версии камчатской трагедии 52-го года. Некоторые настаивали на секретных испытаниях американцами оружие массового поражения, которое и вызвали подвижки земной коры с последующим цунами. Другие считали нереальным искусственно спровоцировать подводное землетрясение, которое повлекло бы природный катаклизм такой мощности. Как бы то ни было, то, что произошло у Курил, имело катастрофические последствия. Испытание, произведенное на Новой Земле, водородные бомбы, это примерно одна тридцатая часть энергии землетрясения, происшедшего в 52-м году около Камчатки. То есть 30 раз меньше. То есть чтобы понять, какая огромная сила заключена в землетрясении. Конечно, значительная часть энергии уходит в сейсмические волны, которые разбегаются по всей Земле. Но значительная часть энергии превращается вот именно волны-цунами. Ученые так объясняют причины возникновения разрушительных волн. Это землетрясение или тектонический разлом дна, вулканический взрыв и извержение подводного вулкана, обрушение гигантского оползня с берега или в глубине океана. И даже резкое изменение атмосферного давления во время грозы может вызвать скачок огромного объема воды. Такое случалось даже в Средиземном, Черном и Каспийском морях. Когда в результате прохождения грозовых фронтов или еще каких-то метеорологических явлений возникает колебание в бухтах, которые способны разрушать суда, причалы и так далее, и так далее. По своему проявлению это мало чем отличается от обычных волн-цунами. Поэтому ученые часто называют это метео-цунами. Но были и другие, более экзотические версии возникновения цунами. Самый необычный сценарий это так называемые космогенные цунами. То есть вызванные падением в мировой океан гигантских небесных тел вроде метеоритов. Правда, наличие крупных космических объектов или НЛО незадолго до 5 ноября 52-го года в районе Тихого океана не отмечалось. Но в исторических хрониках есть описание катастрофического события, которое привело к гибели целого острова. Он находился в районе Бермудского треугольника в Карибском море. Вот в этих тех вот краях. Это был довольно большой остров, гористый. И там жили последние из атлантов, которые спаслись от всемирного потопа. А 13 тысяч лет назад прилетела комета Тифона, так описывается, так она называется, комета Тифона. И она влетела прямо в этот остров Платона. Вероятность такого события ничтожно мала. И все же, если исследователи древних цивилизаций предупреждают о том, что уже случалось, наша задача быть готовыми к тому, что, возможно, ожидает нас в будущем. Остров Платона затонул, и последние из атлантов погибли. Вот это по преданиям называется малым потопом или вторым малым апокалипсисом. Но апокалипсис был такой, от удара комета Тифона по земному шару, что поднялась громадная волна, смыла очень многие города. Крупнейшей катастрофой по вине вулканических цунами считается гибель острова Кракотау, который расположен между Суматрой и Явой. Извержение вызвало обрушение огромной части вулкана и массы лавы в залив и образование цунами. В результате остров раскололся на три части. Но есть и другая причина возмущения земной коры. Океанская плита подползает под материковую со скоростью примерно 2-3 сантиметра в год. Она постоянно напирает. Происходит сжатие этих плит, они сжимаются, накапливается огромная энергия упругая, так сказать, упругого сжатия. И в конце концов прочность этих плит не выдерживает и, значит, происходит разрядка. То есть разлом, возникновение разлома, сильное землетрясение и вдоль разлома образуется волна цунами и вот рождается как бы вот катастрофа. Природа Камчатского землетрясения 52-го года в смещении тектонических плит океанского дна. Но это отнюдь не самый крупный катаклизм в истории Дальнего Востока. Известный русский путешественник Крашенинников стал свидетелем гигантского цунами 1737-го года. Крашенинников в описании земли Камчатки описал цунами здесь, четко ясно, он был через неделю после цунами здесь высотой в 30 сажений. Сажень это от метра 80 до 2,5. Вот и считайте. Как минимум волна была 48 метров. Но это скорее всего не волна, это заплеск был. Но оно было. Тогда получается, что у мощнейших цунами есть страшное свойство повторяться. эта цикличность абсолютно не подвластна человеку. У трагедии 1952-го года была еще одна страшная деталь. Молчание. То, что произошло на Курилах, так и не стало достоянием гласности. Цунами стало государственной тайной. В газетах о нем не было сказано ни слова. Камчатская катастрофа оставалась засекреченной вплоть до сегодняшних дней. Ведь по-прежнему неизвестно точное число жертв. Значит, по данным официальным в Северокурильске на момент трагедии было 21 тысяча населения. Значит, официально признано погибшее порядка 2700 человек. Но самое интересное другое, что вывезли отсюда 3000 человек. Откуда приходится значит, возможно цифра было 18 тысяч. Тогда, более полувека назад, государственную комиссию, расследовавшую причины трагедии, возглавлял Молотов. Катастрофа случилась накануне 7 ноября, праздника революции. Ни о какой огласке не могло быть и речи. А вскоре после смерти Сталина о жертвах Камчатского цунами и вовсе забыли. На это были свои причины. Первая причина идеологическая, потому что в стране Совета, в самой счастливой стране на Земле просто не могло быть никаких ужасных стихийных бедствий. У нас всегда в небе светило яркое солнце и никто никогда не погибал ни от ударов молний, ни от лавин снежных, тем более от цунами. Это была установка чисто идеологическая. Вторая причина, на мой взгляд, это то, что очень была несовершенна статистика советского того времени и вполне учет людей, как живых, так и погибших, мог вестись очень приблизительно, очень неточно. Уцелевших после камчатской трагедии гражданских лиц вывезли с островов и расселили по Дальнему Востоку и Преаморию. Сведения о потерях среди личного состава военного гарнизона и военно-морской базы были изъяты из отчетов сотрудников милиции. И все же, почему данные о трагедии 52-го года до сих пор закрыты под грифом секретно? У военных, видимо, были на то серьезные причины. Здесь готовились к отражению военной агрессии, к новой войне. И никто не ожидал удара стихии. Большая часть гарнизонов северокурильских были солдаты, а не моряки. И они готовились к войне чисто сухопутной. Стрелять по танкам, по пехоте противника, но что делать с волной, которая обрушивается на гарнизон, как вести себя в воде, этого им было неизвестно. Я больше чем уверен, что почти 90% этих солдат вообще не умело плавать. Но тогда в 52-м цунами настигло еще одну жертву. Это малоизвестный факт. Через несколько недель после Камчатского подводного землетрясения в том же районе Тихого океана бесследно исчезла советская подводная лодка С-117. Причина ее гибели и исчезновения неизвестна до сих пор, но можно предполагать, зная, что произошло на Северных Курилах, что это мог быть последний отзвук вот этого цунами. Бывают подводные землетрясения, которые, бывают подводные волны, волны убийцы, которые могли уничтожить эту субмарину вместе со всем экипажем. Пропавшая субмарина стала еще одной загадкой самой малоизвестной катастрофы 20-го века. И все же, если повернуть время вспять и вернуться в холодный ноябрь 52-го, был ли у людей хоть малейший шанс спастись? Когда ночью 5-го ноября жители севера Курильска услышали подземные толчки, они не придали этому большого значения. Но если бы они получили соответствующее предупреждение, они остались бы живы. Поскольку очаг был сравнительно близко от побережья, то примерно 20-30 минут нужно было в волне, чтобы дойти до побережья. Собственно, вот эта успокоенность людей сыграла вот такую злую роль. В центре севера Курильска стоит скромный мемориал памяти жертв цунами. Список неполный и незаконченный. Обрывается почему-то на фамилии Путин. Новый Северокурильск мало напоминает прежний цветущий городок. Тот остался в прошлом, похороненный под тоннами морского песка. В энциклопедической статье можно найти краткую информацию о том, что экономическая активность в городе в основном связана с добычей и переработкой рыбы и морепродуктов. И что в 1952 году город был почти полностью уничтожен цунами. Ничего не осталось и от военного городка на Парамушире. Мало что уцелело от морской базы на Шумшу. Вот это все исчезло при цунами. И вот эта, как военно-морская база, она уже, насколько я знаю, не восстанавливалась. В Северокурильске работает рыболовецкий порт, который отстроили в бухте на старом месте. Горожане в основном приезжие с материка. Прежних жителей полностью эвакуировали тогда, в ноябре 1952-го. Из старожилов вернуться в родные края решил, пожалуй, только Юрий Корбут. Ему уже ничего не страшно. Новое население о цунами имеет смутное представление, хотя учебная тревога периодически гоняет народ на сопки. На тот самый Дунькин пуп, ставший для курильчан островком спасения. Реальную опасность понимают немногие, традиционно рассчитывая на русский авось. В мудрость и заботу чиновников здесь давно уже никто не верит. Иначе город для безопасности перенесли бы выше, подальше от берега, на плато. Это, видимо, дорого, хлопотно и уже никому не нужно. В случае цунами подобного 52-му году серкурист будет обречен. Потому что даже исследования института урбанистики в 2005-2006 году нарисовали зону цунами по половине города. То есть школа, администрация, дом мэра, это все будет затоплено цунами. Это если будет цунами подобных 1952-му году. Между тем исследования последних лет говорят об опасности новых цунами. Татьяна Пенегина с коллегами обнаружила свежие следы огромных волн во время экспедиции на центральные Курилы. В ноябре 2006-го года произошло сильнейшее шикотанское землетрясение в 8,5 баллов с последующим цунами. Центральные Курилы считались зоной сейсмической бреши до этих событий, так как никаких сильных событий там не было зафиксировано. В результате этих землетрясений на центральных Курилах также были сильные цунами. Высоты этих цунами достигли 20 и более метров в некоторых местах. Например, в южной части острова Матуа были зафиксированы нами очень большие заплески. Волна была такой силой, что разбила старые военные укрепления, забросила многотонные доты и огромные валуны далеко на сушу, с корнями вырвала деревья, размыла почву высоко над берегом и только по случайности обошлось без жертв. В настоящее время на центральных Курилах населенных пунктов нет. Раньше там стояли пограничные заставы, сейчас заставы больше не существуют. Но люди вопреки всему продолжают жить в этих далеко небезопасных местах, несмотря на цунами, частые землетрясения и действующие вулканы. Во-первых, многим некуда просто ехать. некуда и не за что. Это первое. Во-вторых, ну как вот эту красоту это все бросить? У меня здесь дети родились. Ну как я все возьму и брошу? Это моя земля. Зачем? Это моя земля. Мне здесь нравится жить. В конце концов, рассуждают курильчане, десятки тысяч людей ежегодно гибнут на дорогах России. Здесь не опаснее, чем в большом городе. Все дело в том, что проживание в таких местах требует особой бдительности, специальной подготовки, навыков и знаний. К нам часто подходили местные жители, расспрашивали, а что, цунами еще будет, землетрясение еще будет. И через какое-то время я вдруг понял, что этим людям объяснять про вероятность возникновения волны, про так называемую повторяемость событий, это очень сложно. Поэтому я отвечал очень просто, да, будет, обязательно будет. И вообще, когда вы ехали на Дальний Восток, разве вам не говорили, что это край, так сказать, землетрясений, цунами? Наш вертолет отправляется вдоль скалистого побережья Камчатки, к островам Курильской гряды. Берега неприветливы. Редкие селения и рыбхозы кажутся навсегда забытыми Богом и людьми. Дальний Восток звено в цепи так называемого Огненного Кольца, которое тянется по периметру Тихого океана. Это самая сейсмоактивная зона планеты. Здесь стихия ждет своего часа. Подземные толчки беспокоят местных жителей не больше, чем капризы природы городских. Они привыкли с этим жить. Так было и тогда, в ноябре 52-го года, когда мощная океанская волна нанесла свой сокрушительный смертельный удар. И только случайность не привела к глобальному ядерному конфликту. Но природа цунами и землетрясений циклична. Силы природы отступили, чтобы однажды обрушиться на нас вновь. Насколько мы готовы противостоять этому вызову, покажет время. Одно из последних предупреждений мы получили в 2010 году на острове Гаити.